Всем привет и бесконечно смотреть можно всего на 4 вещи. Не на 3, все-таки на 4. На то, как Стефан Карри валит дальний со своей фэмили, играя в гольф. На то, как сборка США сливает матч Нигерии, хотя не стоит относиться к этому как-то серьезно, потому что даже попович на эту игру было... Ну ладно, если и не насрать, то не так уж она была и важна. На то, как проходят финальные матчи между Бакс и Санс, конечно же, и на то, как Фанки Данки продолжают радовать вас новинками и скидками. Прямо сейчас на сайте Фанки Данки появились седьмые Карри, пятые полы Джорджи и пятые Ки-Ди в уникальнейших расцветках. Залетели в раздел новинок первые за Йоны, освежился лайфстайл раздел, пополнившись новыми AirPrest'ы и Waffle One, пополнился модельный ряд для прекрасной половины человечества новенькими AirFire'ами и Daybreak'ами, а в разделе с футболками и шортами вообще случился полный апокалипсис, так как их количество бессмысленно как-то оценивать или в принципе подсчитывать. Поэтому просто туда заходите, смотрите и выбирайте понравившийся из всего этого многообразия товар. Плюс не забывайте, что помимо всего прочего новинки вы можете всегда купить со скидкой в 15%, если используете мой промокод ТОПБАСКЕТ и то, что распродажа у ребят все еще продолжается, поэтому обязательно заглядывайте и в раздел со скидонами. Все необходимые ссылочки находятся в описании, как обычно, ну а мы с вами начинаем. Ну че, как вам третья игра серии? Ожидали такого исхода? На этот вопрос можете ответить после просмотра выпуска, если вы, допустим, матч не смотрели, или же прямо сейчас, если поединок вы наблюдали в лайве. Я вот лично за себя могу сказать, был в легком шоке от произошедшего сегодня, потому что слабо изначально верил вообще в то, что Бакс будет под силу сотворить некое чудо и выйти победителями с третьего матча в серии, ибо предпосылок к этому после первых двух поединков не было, ну практически никаких, согласитесь. Но все-таки это сегодня произошло, и теперь серия начинает приобретать совершенный, я надеюсь, неожиданный поворот. Начать свой короткий рассказ по данной игре хочется с двух фактов. Во-первых, фанаты Санс были практически в бешенстве от того, когда узнали, что домашний матч серии в Бакс судить будет человек по имени Скотт Фостер, а.к.а. чуть ли не личный враг Криса Пола. Если что, лишь один из 12 матчей команда Криса Пола забирала себе в плей-офф, когда ее обслуживал Скотт, при том в этом самом единственном победном матче Крис Пол участия, давайте все вместе, не принимал. И второе, то, что Тори Крейг, который получил повреждение колена во втором поединке серии после столкновения с Янисом для задействования Монти Уильямсом сегодня, доступен все-таки был. В остальном же составы оставались без изменений, а вот сама игра, она, конечно, немного, но преобразилась. Наигравшись, по всей видимости, вдоволь баскетбол с обороной только на дуге, как это было в первом матче, и только на средней, как это было во втором, к третьему поединку Бакс наконец-таки осознали, что выключать нападение Санс необходимо по персональному, опираясь прежде всего на остановку Букера, Эйтана и Сипи Три, не позволяя им запускать свои типичные пикинг-роллы, приводящие к легким и неравнозначным разменам. Плюс стараться акцентировать все свое внимание не только на чем-то одном, и тем более на области меда, откуда, да, Букер и Крис Пол особенно опасны, но есть еще ведь Краудер, Бриджес и Джонсон, которые в любой момент стягивания дефа могут воспользоваться спейсингом и залупить тебе легкие три очка. И именно поэтому, как мне кажется, сегодня мы и увидели такую интересную оборону от Бакс, которая достаточно часто начиналась высоко от середины, или же с прессингом вообще по всей, и была обкатана еще во втором матче ближе к самому его концу, когда Холидый преследовать Пола начинал еще с чужой половины, дабы постараться изначально осложнить жизнь разыгрывающему Феникса настолько, чтобы вынудить того, либо раньше расставаться с мячом, либо спровоцировать слишком ранний и высокий заслон, который даже, если и вытащит условного лопа за из-под корзины, то времени на восстановление позиций или же размена все равно у Бакс будет достаточно. Плюс это еще поможет исключать и опасность проникающей скидки сразу же после отворота. Но, если во второй игре такая деф-модель показала себя не очень и связана, это может быть банально, с усталостью игроков, то вот сегодня она работала более чем, по крайней мере, когда ее запускали. Позволяя Милоке очень даже успешно контролировать размены, заставлять Криса Пола потерять мяч аж четырежды за игру, что для него нетипично, согласитесь, запускать нападение Краудером или даже Бриджесом, которые вынуждены были после сброса мяча с лицевой помогать CP3 пересекать свою половину и ломать при этом изначально атакующие схемы Монти Уильямса. Конечно, да, при этом я не говорю, что Феникс был абсолютно бесполезен и не адаптировался к этой модели вообще, особенно когда за первый четверть Эйтан становился самым результативным с Крисом Полом игроком, набирая из первых 20 поинтов 18 на двоих, где у центрового Феникса их количество было равно 12, но если мы посмотрим на остальных игроков, то там, конечно, было все очень и очень печально. Букер 1 из 7 с 5 попытками из Удуги, 2 из 11 к концу первой половины, Микал Бриджес 0, Краудер всего лишь 3 очка имел, и лишь только Крис, Пол и Деандре Эйтан держали всю свою команду на плаву по счету, и то с разрывом в минус 15, конечно, слабо можно назвать, что держали. Высокая плотная оборона Милоки, лайк. Со стороны же Баг с хитростью по защите были, пожалуй, только началом, так как их нападение сегодня было ровно таким, каким оно должно было быть, ну, как минимум, во втором матче серии, где Янис постоянно опять проникал в зону А, а, собирая на себе фолы просто как не в себя и очень классно при этом их реализовывал, б, скидывая мячи на партнеров, они наконец-таки начали забивать и получать эти самые передачи в движении, а не как стал бы в предыдущих поединках стоя, и в, ранее озвученные мною фолы стали для того же Деандра Эйтана уже во второй четверти с самым настоящим камнем преткновения. Все потому, что, насобирав их аж 3 штуки за половину и 4, к началу третьей четверти, в дальнейшем Монти Уильямс будет вынужден начинать играть исключительно с молбольной пятеркой с Краудером на позиции центра и редко Каминский в роли помощника, где, конечно же, Янис его в личном матчапе, имеется в виду Краудера, не замечал совершенно и устраивал тому полнейший дестрой под корзиной. Как итог, вторая 12-минутка стала первым тревожным звонком для Феникса в этом матче, где благодаря во многом своей ужасной результативности из Удуги они пропустят рывок равный 20 к 6 и позволят Бакс оформить 15-очковое лидерство, что в третьей четверти, если бы не невероятное совершенное выступление Кэма Джонсона с постерайзом через Такера и дальними Краудером. Ну и, конечно, вопрос для знатоков, а был ли здесь вообще фол в нападении, как думают некоторые, или все-таки Такер двигался в момент, когда уже вылетал Кэммерон Джонсон на этот супер невероятный танк? И как бы вы оценили вообще этот постер? Смогли бы вы его назвать постером года однозначно? Напишите об этом в комментариях. Могло бы вообще дать Милоке шанс увеличить разрыв, ну, как минимум до тридцатки, но названная только что мною парочка была близка к тому, чтобы не только сделать камбэк, но еще и даже вытащить свой коллектив в лидеры этого противостояния. Однако та самая разница с Сейтаном под кольцом и без него совершенно была определяющей, на которой Грек, если постоянно и не лутал очки, то мог спокойно себе позволять стягивать двух-трех игроков защиты Феникса и далее задействовать либо Миддлтона, либо Холиде, либо Конантона через скидки, которые реализовывали броски из-за дуги и держали разрыв по счету близким все равно к десяти очкам. К тому же, если взглянуть на очки второго шанса, то к концу третьей двадцати минутки их разница составит двадцатку. Ноль было у Феникса, двадцать было у Бакс. По итогу, проиграв третий отрезок, который был самым ярким пятном в этом матче, далее игра уже не будет иметь столь высокого градуса напряжения, ибо пятый фолл опять же Эйтан получит очень рано, присев на бенч до середины финальной четверти, а за это время хозяева корта полноценно успеет увеличить свое преимущество до двадцати очков и игру по факту закрыть. Хвалить сегодня, если что, будем опять Яниса, на борту которого собралось сорок одно очко плюс тринадцать подборов, что сделало его вторым игроком в истории после шака, который на бэк-тубэках долбанул более сорока поинтов и более десяти подборов, плюс влетел Янис еще и в список ребят, которые в финальных сериях опять же на бэк-тубэках набирали по сорок очков, став в один ряд с такими эминитыми господами, как Леброн, Джордан, Джерри Уэст и Рик Берри, за что ему вы уже должны были поставить лайк. Ну а если вы этого еще не сделали, то срочно исправляйте этот косяк. Плюс я считаю, что сегодня мы должны хвалить в принципе всю команду Бакс, которая играла очень и очень достойной. Наконец-то, включая даже, кстати, Бобби Портис, о котором Батт нашел опять применение и похоже, что его хасл машина работает только при домашних трибунах, что, знаете ли, тоже неплохо. Лучшие игроки матча и их статка находятся прямо перед вами. У меня же на сегодня все, большой палец вверх, если видос вам понравился. Не забывайте подписываться на канал, это важно, чтобы не пропускать все самое интересное по финальным матчам серии. У меня же все. Увидимся и услышимся, как всегда, совсем скоро. И всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok